Перепробовал много видов спорта в баскетбол, но именно мужской характер меня зацепил только в регби. Это командная игра прежде всего. В регби, говорит Ярослав Павлов, есть все. Скоростные проходы в зону соперника, борьба за мяч, жесткие перехваты и столкновения в стиле стенка на стенку. Регби, несмотря на ее видимую хаотичность, тактическая игра. Замок, столб, фуллбэк. И это далеко не полный список ролей для каждого члена команды. Несмотря на всю жесткость игры, заниматься этим видом спорта может каждый. Физические данные и возраст не имеют значения. У нас приходят игроки и маленького роста, и телосложения небольшого, либо наоборот очень крупные люди. И у всех в регби найдется позиция на поле. То есть мы уже смотрим после трех-четырех тренировок, как человек подготовлен, где его сильные стороны, и подбираем ему, соответственно, позицию на поле. Если вот спустя месяц он задерживается с нами, в принципе, больше он никуда не уходит. Регби иногда ошибочно называют разновидностью футбола. Но это далеко не так. Необычно выглядит здесь мяч для игры. Главное для этого спортивного атрибута – возможность заброса на дальнюю дистанцию. Есть и другие нюансы, вовсе непростые. Что бы вы ни говорили про борьбу, про бокс и про остальные виды спорта, я считаю, что регби – самый мужской вид спорта. Ну и, соответственно, это меня и привлекает. Но регби привлекает и девушек. И они становятся не менее успешными игроками, чем мужчины. Это не только мужской вид спорта, но также и женский. Физические нагрузки никто для женщин не отменял. Мы не совсем согласны, что это только для мужчин. Да, здесь есть спортивная агрессия, физические сильные контакты. Девушки, приходите в регби. Волгоградская женская команда по регби была сформирована пару лет назад. Одна из ее участниц играет в московском клубе. Волгоградцы выступают на крупных соревнованиях и уже занимают место в первой десятке федеральной лиги. У нас команда полностью любительская. Основывается она только на желании. На желании тренерского штаба, на желании игроков. То есть никто никого не заставляет. Все ребята приходят, отдают свое, скажем так, сердце, душу нашей игре. Ну, регби нас как бы объединяет. Пошли! Мы что-то спадали! Дмитрий Сироштанов, Кирилл Антонов, Андрей Кирсанов. Первый Волгоградский канал.